всем доброго времени суток стоит простая задача сделать коробочки под бокалы вискарный и под бокалы коньячные решилась снять видос для вас сразу скажу что говорил что есть специальный плагин для создания необычных вагин здесь поясню следующую информацию то есть кто-то из подписчиков предлагает воспользоваться плагином по автоматизации создания этих коробочек который рассчитывает шиппазы и всякую лабуду и потом его якобы доредактировать так нет неудобно но поясню следующую ситуацию это из той серии купить кривой дом и потом его ремонтировать делать не управлен дом я таким не занимаюсь такого как бы и всеми пожелаю ладно суть не в этом суть в другом коробочки вот квадратные у нас под один бокал делаем размером 100 на 100 миллиметров это будет в горизонтали у нас пишем 100 на 100 миллиметров упрощаем задачу дешевле удешевляем это процесс то что вискарный бокал у нас тут размером 85 миллиметров в диаметре на 300 миллилитров объемом вертикальная высота бокала составляет также 85 миллиметров также будем делать 100 миллиметров высоту то есть 100 на 100 то есть но в принципе по сути это ровную коробочку делаем вот по шиппазам я буду делать минимальное количество то есть чтобы упростить себе задачу в дальнейшем шиппазы делаем размером среди на 100 миллиметров я сделаю по одному шиппазу каждой стороны шиппаз нас будет 3 миллиметра так у нас они распользуются 3 миллиметра вот и ну давайте сделаем 100 30 пускай будет 30 центральной но в принципе пойдет даже 35 делаем нет мы даже делаем 40 вот так вот отлично делаем 40 принять очень просто через shift удерживаем нижнюю часть удержим верхнюю часть центруем и выравниваем по верхнему краю отлично опять нажимаем на шиппаз нажимаем на коробочку и делаем вычитание вычитаем и так делаем со всех сторон не хочет зараза опять нажимаем shift нижнюю часть тоже делаем вычитание то же самое делаем с боковыми сторонами центруем разворачиваем на 90 градусов принять опять через shift выделяем вторую часть выравниваем на всякий случай центруем и делаем вычитание это же самое делаем с другой стороной все тоже самое и делаем вычитание по сути метод шиппаз уже не нужен здесь будет вот хотя в принципе в принципе смотрите нас вообще вот прикольная тема в том что мы в том что мы сделаем вообще прикольную коробочку мы сделаем низ и верх абсолютно одинаковый к и при сборке нас вообще не будет голова болеть какая страна кому относится не сверх то есть вообще без головняков в этом будет огромный плюс дальше боковая часть нас тоже будет 100 на 100 то есть рисуем квадрат ставим задачу 100 на 100 отлично что мы здесь сделаем то есть принципе здесь будет очень просто удержим кнопочку шлифт выделяем нижнюю часть либо это вот верхняя часть выравниваем по центру обычно я делаю таким способом хватаю этот край удерживая кнопочку control просто тащу до края вот этой коробочки и бросаю опять же нажимаем теперь на низ так мы будем нижнюю часть вычитать по отношению к боковой части нажимаем кнопочку shift нажимая вторую часть нажимаем вычитание сдали одну боковую часть теперь нам надо подготовить вторые боковинки и потом принципе просто отзеркалить и больше не заморачиваться ух наверно погорячился с тем что удалил шиппаз давать заново сделаем сделаем очень просто цепляем за уголок тащим до второго уголка получаем шиппаз размером 3 на 40 теперь этот шиппаз у нас выделен через кнопочку shift являем боковую часть центруем на всякий случай выравниваем по верхнему краю и нажимаем вычитание готово все то же самое делаем только лишь только лишь я поспешил control z смотрите так вот сделаем только здесь удалим шиппаз отсюда так еще раз шиппаз shift боковую часть выравниваем центруем вычитаем отлично теперь все то же самое делаем с противоположной стороной переносим и вычитаем одна боковая часть нас принципе готова и и в целом я думаю больше мы здесь заморачиваться не будем и сделаем билет шиппазу и и и и и и и и как вариант мы сделаем такую штуку интересную смотрите у нас это боковая часть совпадает с нашей низушкой донышком так сказать повернем его на 90 градусов enter через shift опять центруем то есть выделяем центруем и приближаем чтобы посмотреть в реальности ли совпадает не совпадает но в целом все отлично заходит так отменяем угол в 90 градусов подводим к нашей части нажимаем shift выделяем вторую часть центруем их по вертикали подтаскиваем говорится в нужную позицию через удержание кнопочки control бросаем так мы будем вычитать эту боковушку от другой боковушки через shift выделяем их обоих то есть по порядку ту которую мы будем вычитать из той который будем вычитать и нажимал нажимаем вычитание готово все то же самое делаем с другой стороны хватаю за край нажимаю кнопочку control тащу до нужного места бросаю выделяю объект который будет вычитать из из-за которого и нажимаю вычесть отлично так что у нас получается у нас получается что готова одна боковушка которому скопируем другую сторону и готова вторая боковушка другую сторону теперь делаем крышку нашу копируем как я скопировал давайте покажу еще раз выделяем нужным объект хватаем за объект когда схватили за объект нажимаем кнопочку control и просто несем в сторону подносим в сторону удерживать кнопку control левую кнопку мыши и нажимаем правую кнопку мыши и все крышку вычесть из боковушки то есть делаем такой же принцип хватаем крышку за край тащим ее содержание и control до нашей боковушки подводим так она снова выделена она у нас будет вычитать она у нас будет вычитаться из боковушки удерживаем shift выделяем боковушку и вычитаем готово все то же самое делаем теперь с второй боковинкой но здесь я думаю все очень просто поднесли вниз через shift выделить вторую часть выровняли по центру поднесли через shift также выделить вторую часть и вычли из нее что здесь не хватает в целом не хватает только единственное лишь вещи это нам надо сделать вырезы под пальцы что коробочки легко открывались вырезы по моему один размером сейчас скажу вам 25 миллиметров больше они там не нужны любые то жирные пальцы залезут при желании поэтому я считаю это нормально кругляшок через удерживание кнопки control создаем кругляшок пишем размер 25 миллиметров окей нажимаем стрелочку кругляшок ставим в этом районе нажимаем кнопку shift уделяем боковушку центруем по горизонтали хватаем кругляшок за центр нажимаем кнопку control и тачим и до позиции верхней крышки удерживаем кругляшок нажимаем кнопку shift выделяем боковую часть и нажимаем вычесть готово все то же самое делаем теперь на нижней боковушке и нажимаем кнопочку правую кнопку мыши удерживаю shift выделяем боковушку вторую и делаем вычитание теперь удаляем лишние объекты с нашего рабочего стола что мы делаем подводим нашу боковушку разворачиваем ее под углом 270 градусов цепляем боковушку нажимаем кнопку control на другую сторону и правую кнопку мыши тем самым клонируем ее делаем зеркальное отражение и делаем все то же самое со второй частью и делаем зеркальное отражение вот такая вот коробочка для вискарных бокалов буквально всего лишь за 10 минут никаких плагинов коробочка сделан под наши нужды под наши требования то есть она всему соответствующий пазы минимальной детали все качественно все совпадает с низом сверху никаких геморроев даже если припу перепутать и склеивание нижней части от верхней части это не смертельно есть удобный вырез от пальца то что не сделать никогда в жизни ни один плагин это был один вариант коробки подвиска и сохраняем control shift с коробочка под коробочка под виски 100 на 100 миллиметров окей готова сохраняем формат 15 потому что будем отдавать подрезку не себе то есть не самим где там делать заказ резку то есть от отрезки вообще оказался фанеры это проще и надежнее находить тех кто заинтересован зарабатывать деньги и принципе предоставлять им такую услугу за по зарабатыванию денег это это выгодно поэтому мотайте на ус либо зарабатывать деньги либо предоставлять такую услугу других то есть некоторые вещи надо именно делегировать кому-то сохраняем макет дальше дальше ситуации такая что она тебе создать коробочку аналогично только лишь у нас коробочка будет идти под конечный бокал сейчас его также по мере сразу что размер я не снимал пока нику так по конечному бокалу ну в целом все то же самое то есть ничего сверх естественного нету единственно с по конечному бокалу отличается лишь высота боковой стенки потому что высота конечно бокала составляет 125 миллиметров вот мы будем делать коробочку высотой 140 миллиметров высота коробочка будет 140 метров здесь в данном макете единственном есть предположение что ему и я бы по крайней мере сделал так макет я оставлю все как есть единственное я удалю все боковушки полностью и сделаю их под себя 140 миллиметров еще раз померяешь наверняка уже еще дать запас да да оптимальный вариант 140 миллиметров будет идеальная коробочка под конечным бокал то есть сделаем теперь какую ситуацию рисуем квадратики размеру квадратиков будет 100 миллиметров на 140 миллиметров вот такие вот будут боковушки сделаем все то же самое выделяем боковушку выделяем через shift вторую часть нижнюю часть их центруем подтаскиваем в нижнюю часть теперь нижнюю часть выделяем выделяем через shift вторую часть делаем вычитание одна боковушка готова у боковушки сразу делаем прорези под шип пазы чем их будет меньше тем проще склеиваться коробочкой с шип пазами высота у нас 140 делаем каким образом мы можем сделать 70 боковушку плюс у нас остается по 35 с каждого края но в принципе как бы оптимальные варианты единственно может быть даже не 70 наверно 60 60 40 так 140 минус 60 получается насколько 80 80 по плану по 40 но в принципе да можно делать 60 то есть пишет толщина у нас 3 миллиметра шип паза здесь пишем 60 окей то же самое шип паз нас выдели нажимаем shift выделяем боковую часть центруем по горизонтали и выравним по правому краю делаем вычитание все то же самое делаем с левой стороны делаем поспешил поспешил так еще раз выделяем шип паз выделяем боковую часть центруем по левому краю и делаем выделение то есть вычитание так это у нас часть готова и сейчас сразу чтобы не терять время впустую я сделаю вывеску на верхней части нашей боковой коробочки чтобы ее не мурыжить не таскать там вправо-влево по сто раз вот через shift выделяем ее же и делаем вычитание и вот эту часть мы удаляем она нам больше не нужно будет здесь и та же самая ситуация с шиппазом то есть шиппаз мы тоже отсюда удаляем так что мы теперь делаем что мы теперь делаем теперь мы делаем следующую боковую сторону делаем следующую боковую сторону пишем 140 на 100 окей готово все то же самое выделена боковая часть через shift выделяем донышко центруем хватаем за кромку через control тащим до места назначения выделяем то что будем и читать из чего будем читать нажимаем вычитание готова по-быстрому делаю вырезку сверху для крышки смотрите вот чтоб нет не торопиться надо было нажать control нажать shift нажать боковую часть выровнять обязательно и сразу сделать вычитание готова так теперь мы делаем второй момент это вырезка по бокам подносим боковую часть поворачиваем на угол 270 градусов выделяем через shift вторую часть выравним их по вертикали подтаскиваем нужное место бросаем выделяем через shift вторую часть делаем вычитание и делаем то же самое теперь с другой стороны поднесли выделить через shift вторую часть сделали вычитание парни но девушки простите конечно 12 часов ночи только освободился надо еще сделать макеты и надо все дело быстро оформить и передать нарезку чтобы успели сделать делаем такие же кругляшки диаметром 25 миллиметров 25 миллиметров не забываем замочек закрывать 25 миллиметров кругляшки загоняем верхнюю часть через shift выделяем боковушки центруем по горизонтали делаем вычитание то же самое делаем нижней части через shift центруем вычитаем вот кто говорил по поводу плагинов скажу вам сразу одну вещь плагины которые делают коробочки и вкусные вагины да как говорится но прошу прощения за мат но по-другому никак так вот я поясню с плагином общественному духа ли свои читания у вас были бы эти неровные бака плюс там было куча куча заморочек плюс вам надо было что-то высчитывать удалять добавлять создавать новое зачем все это надо делать проще 10 минут и создаете коробочки в тем более смотрите ящик немножко замученный я сделал два вида коробочек понятное дело что я делал грубо говоря с копией на копию вот но суть в том что два вида коробочек я сделал всего лишь за 17 минут мог бы конечно сделать быстрее бы если по мне рассказывал бы такие моменты нюансы поэтому здесь в целом скажу сразу ручной труд он всегда лучше потому что вы делаете именно исходя уже из опыта когда у вас здесь будет шип пазов при 20 штук с одной стороны 2 чтобы другой стороны вы хрен когда в жизни их состыкуете крышка также самое делается из кучи шип пазов такая шляпа получается просто не делали такие коробочки с шип пазами для винных бокалов вот я нам удохался наплевался нам утюгал сказал я больше такого не хочу не забываем сохраняем что надо пишем коробочка коробочка коньяк коньяк 100 140 вот сохраняем под 15 версии сохранить готова ребят но вот такая вот тематика создания макетов сразу подсказывает а круто это удобно это легко то есть спасибо вам что смотрите видосики ставите лайки спасибо ребят кто делает донат донат не уходит мимо не уходит просто так не остается незамеченным спасибо огромной европе щедрый потому что кормит странную блять россию потому что действительно европейцы мне подкидывают донаты такие что задумываешься что чувствуешь себя грубаря дорогой элитной проституткой вот но честно скажу приятно все таки получать хорошие деньги от хороших людей ладно ребят тему показал по все максимально рассказал кому будет интересно задавать вопросы пишите по поводу русификаторов программ станков заказ оптоволоконников и все все остальное можете задавать вопросики пожалуйста делать только немножко поскромнее вот и я к вам подтянусь все ребят всем пока хорошего настроения